Привет, друзья! Я Ера, и вы на канале Варцово Лайв. Сейчас я присяду и расскажу вам, что же я делаю в больнице. Несколько дней назад у нашей дочки повысилась температура до 39,5. Естественно, мы вызвали неотложку, нас отвезли в больницу, и сейчас уже мы придем на выздоровление. Я думаю, завтра уже мы уйдем дома. Пока мы здесь, я хочу показать вам, в принципе, что такое клиника Добро. Очень много моих знакомых сомневается, стоит ли платить деньги. Они не знают, за что их платить, и поэтому я хочу снять палату, примерное меню, и показать, как же лечат маленьких деток здесь, да не только маленьких. Палат тут достаточно много, тут есть боксы, где лежат детки с инфекционными всякими заболеваниями. Я покажу примерное меню. Каждый день меню разное, его можно выбирать. Не знаю, как не по медицинской страховке нам это все покрывают. Поэтому, на самом деле, стоимость пребывания в стационаре достаточно большая. Но, если есть возможность полежать именно в клинике такого уровня, действительно нужно это делать. Я снимаю это видео для тех, кто сомневается еще. Я хочу рассказать, что буквально недавно, несколько дней назад мы ездили к Оле и снимали челлендж. Никому не рекомендую делать то, что делали мы с Олей. Я скажу, что даже это в разы неприятнее, чем у нас есть те же конфеты Гарри Поттера. Кстати, Гарри Поттер и конфеты мы тоже все вместе с мужем. И тоже на моем канале есть или будет это видео, в зависимости, как я это слово буду выкладывать. А сейчас уже конец июля, остается всего маленький месяц, август до конца лета. И всего лишь один месяц за дне рождения моей доченьки, в общем, делали погону. И я все-таки с мужем решила праздновать дне рождения доченьки в домашней обстановке. Потому что, не знаю, ну так решила. Я думаю, что все-таки два года пока. Это тот возраст, когда не очень она понимает всех этих детских движок со всякими конкурсами, групповыми игрушками. Мы пойдем погуляем, попрыгаем на бототе где-то в парк, само собой. Возможно, сделаем шашлыки. Я еще не решила, что это будет конкретно. Обязательно с вами поделюсь подготовкой к дню рождения. Что я буду готовить, что я хочу подарить, мои рассуждения на эту тему. Мольберт. Я очень хочу мольберт. Или мне его подарят, или мы подарим с мужем. Будем уже думать. Но только такой мольберт, который бы складывался. Потому что мы до сих пор живем на однокомнатной съемной квартире. До моря мы еще ездили в мой родной город Кривой Рог. Оттуда тоже будут влоги. Возможно, влоговые видео выходят не совсем вовремя. Хотя я стараюсь. То, что сняла, я уже выложила. Но остается тот снятый красивый материал, который все-таки я хочу выложить на канал. Даже имеются майские еще съемки влогов. Очень много всего. И я думаю, что мой канал будет сейчас часто заполняться. Главное, чтобы мы не болели и больше не попадали в стационар. Мы лежим в обычной палате, как я поняла. Но в каждой палате есть туалет, душ. Все очень приятно. Сейчас быстреньше покажу, что и как тут находится. Давайте рассмотрим самые двери, потому что очень хорошее освещение. Ну, извините. Так, мы заходим и видим палату, однокомнатную палату. Здесь есть шкаф и холодильник. Холодильник строим в шкаф. В шкафу есть вот вешалки и еще такое отделение штука есть. Здесь лежат полотенца и одноразовые тапочки, как в отеле. Очень удобно, на самом деле. Ничего не надо с удовольствием. Ну, может, все равно притащим, да все равно. В ванной комнате есть те однолатовые принадлежности. Вплоть до зумной пасты, бельда душа, шампунь на первый день. Ну, душевая прибылка, сушилка, которая летом не работает. И также, ну, унитаз, соответственно. Хорошая, добротная ванная комната. Достаточно удобно мыть ребеночка маленького. Здесь есть градусник, стационарная. Есть кондиционер, как вы видите. Далее идем. Тут у нас кроватка, где можно спать с ребеночком вместе. С ребенком может быть два человека. Соответственно, есть где поспать, где он раскладывается, но мы не раскладываем. Также есть детские кроватки, но мы не брали, потому что сейчас доча полюбит. И приятно с мамой спать. А может быть, на эту ночь деживить мы не посмотрим. И телевизор есть. Здесь даже не проигрывается. Можно взять мультфильм. Вот, посмотрите. Вот такая у нас палата. Сейчас покажу завтрак и как лечить дочку. Тут есть телефон для вызова медсестер. Доченьки сейчас делают капельницу с физраствором. Вот такой капельницы. Таким образом мы глядем. Бутылочку, сейчас дочь не очень пить с чашки. Тут было три сырника. Это второй завтрак. Был первый завтрак, который состоял из каши и так далее. В каждой палате есть вода. Салфетки, чтобы вытирать нос. И забыла показать. Вот есть еще одна тумбочка такого плана. Вот так вот. Сейчас покажу еще раз. На стороне номер. Вот так вот все выглядит. Итак, что же нам на обед приготовили? Вот такая вот штука. Вот такая вот штука. Разносит опять такой вот штуки. Сейчас покажу, что там внутри. Гречка с паровой котлетой, хлеб, салат, компотик. И это, наверное, борщ или суп. Сейчас посмотрю. Я уже... А, нет. Это вочной вегетарианский суп суп пюре. Из цветной капусты. Вот так выглядит стандартный. Мира. И сегодня мы поговорим о моих детях.